Мне всегда нравились большие американские автомобили. Они красивые, они стильные, ничего с этим не поделать. Cadillac CTS не исключение. Посмотрите на заднюю часть, как хороша. Едут люди за вами, смотрят и понимают, это солидный автомобиль. Но на мой взгляд здесь есть один колоссальный минус. Отличная задняя часть. Но вот обратите внимание на вот эти вот белые плафоны. Ну для чего они здесь? Cadillac это красные плафоны, вертикальные красные фары. Тем более, что сочетание белого плафона и красного стоп-сигнала на мой взгляд это ужасно. Но с другой стороны, не так часто вы смотрите на свой автомобиль сзади. По крайней мере, есть широкие возможности для тюнинга. А посмотрите на CTS спереди. Ну это же брутальный, брутальный настоящий мачо-мобиль. Фальш-радиаторная решетка. Да даже она не фальш-радиаторная решетка, она радиаторная решетка. Радиатор прямо под ней. Конечно же с хромом. Большие фары, хромирные накладки. Минус только один. Для дешевизны теперь, конечно, используется пластик. Но с другой стороны, выглядит это так же, как металл. Ну а что у этого красавца в салоне? По идее, здесь тоже все должно быть таким американским. Ну, честно говоря, теперь сложно разделить американские автомобили, европейские автомобили. Может быть, только какой-то стиль, такой некий стиль может разделить заокеанские автомобили и старосветские автомобили. Но, конечно, есть деревянные накладочки, есть псевдохромированная отделка. И, кстати, она тоже пластмассовая. Но, с другой стороны, не обязательно стучать по ней каждый день. В итоге, здесь выглядит все действительно так солидно. Красивая кожа, мягкие материалы. Естественно, кожаный салон. И посмотрите на то, как заводится автомобиль. Какая красивая, опять же таки, хромированная большая поворотная ручка. Ключ, как вы понимаете, конечно, не нужен. Теперь я даже сниму перчатки, потому что здесь есть такая приятная опция, как подогрев руля. И он практически сразу становится теплым. Это очень здорово, особенно, когда минус 27 на улице. Конечно, руль регулируется в нескольких направлениях. Вертикально. На себя. Конечно же, все это с электроприводом. Сидение не изобилует огромным количеством регулировок. Тоже вперед-назад. Регулируется спинка, регулируется поясничный подпор. Но этого, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы удобно устроиться. Ушла в прошлое вот эта любовь американских производителей автомобилей делать регулируемые педали. Здесь, к сожалению, этого нет. Хотя, честно говоря, пригодились бы. Конечно, я расскажу вам и об удобстве, и о комфорте этого автомобиля в движении и в городе. Но это все так грустно. Ведь под колесами Cadillac и CTS лед. Под капотом 311 лошадиных сил, а под машиной полный привод. Ехать нужно! Под капотом CTS 4 V-образная шестерка. Мощность двигателя 311 лошадиных сил при 6400 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент в 374 ньютон-метра достигается при 5000 200 оборотах в минуту. Максимальная скорость седана 225 км в час. Разгон с 0 до 100 занимает 6,7 секунды. Паспортный средний расход топлива 10,5 литров. Конечно, 311 лошадиных сил до ноговым льду мало чем помогут. Ведь они все даже через шипованную резину на лед не передаются и всеми копытами не цепляются. Но даже при этом запаса крутящего момента и мощности у Cadillac CTS 4 более чем достаточно. Причем я перевел режим коробки передачи в механический. Выбрал первую передачу, подъезжаете к ледовому повороту, нажимаете на газ, выставляете машину боком. И очень контролируемый занос. Конечно, она полноприводная, но большая часть момента все-таки переходит к задним колесам. Благодаря этому ощущения такие классические заднеприводные. Но в силу того, что все-таки передняя ось работает, мы получаем очень подконтрольный автомобиль. И, честно говоря, прямо настоящий фан вот так вот ехать боком. Это очень здорово. Вот даже иногда заносят, забрасывают. Но это голый лед, ничего здесь не поделаешь. Но все равно как здорово и как прогнозируемо можно вновь пахнуть и боком тут же. И продолжать удерживаться на этой ледовой дорожке только благодаря тому, что вы работаете педалью газа. И только благодаря тому, что у машины полный привод. Был бы, конечно, задний, все было бы совсем-совсем иначе. И это действительно здорово. Плюс ко всему, очень хочется похвалить все-таки конструкторов этой машины за то, что они сделали полностью отключаемую систему стабилизации. Иначе, конечно, такого удовольствия было бы не получить. Настоящий зимний фан. Потрясающая вещь. И, честно говоря, послушайте, как звучит мотор. Здорово. Мотор звучит здорово. Машина управляется здорово. Полный привод здесь настроен очень и очень неплохо. Действительно, настоящий фан, настоящий драйв. И, честно говоря, если бы где-нибудь возле моей дачи была бы такая ледовая дорожка, я бы, ох, с каким удовольствием бы ездил на этом полном приводе каждый день к себе домой. Красивое скольжение боком, это, конечно, здорово. И в этой дисциплине СТС-4 получает уверенную пятерку, потому что действительно все очень круто. Но что делать, если вы, скажем, едете по шоссе, подъезжаете к своему загородному коттеджу, а дорога подъездная засыпана снегом. Но не успел трактор почистить. Ведь для этого тоже нужен полный привод. Давайте посмотрим, как полноприводный Кадиллак справится с этой легкой снежной целиной. Я уверен, что с засыпанной дачной дорогой у вас тоже не возникнет никаких проблем. Потому что СТС-4, знаете, как большой прогулочный катер на спокойной воде. Вот точно так же. Ровно, сбалансировано, без каких-либо отклонений от курса. Эта машина идет по целине. Да, она, конечно, не глубокая. Соглашусь, что многие машины могут с этим справиться. Но, с другой стороны, многие машины могут с этим справиться комфортно. Вот в этом я уже не уверен. Так что, если вдруг ваша дорога в водочном домике засыпет, или вам нужно будет пробраться где-то как-то по снежнице линеи, или, может быть, по какой-то не самой хорошей качестве грунтовой дороге, то вы, в принципе, это сделаете без проблем. Единственное, конечно, учитывайте, это не внедорожник. Поэтому, конечно, свесы здесь никакие. И передний баймер здесь довольно-таки низкий. И даже несмотря на ту юбку, которая внизу висит, пластмассовая такая, ну, резина пластмассовая черная, которая подминается в случае того, если под нее попадают неровности, все равно пластиковые элементы кузова можно отодрать. Поэтому просто все нужно делать с умом и все делать с аккуратностью. Но при всем при этом эта машина очень уверенно довезет вас по какому-то легкому, разбитому, раскисшему бездорожью. В обычных условиях эксплуатации, то есть в городском режиме, в СТС-4 очень хорош. В нем есть вот эта приятная американская нотка. На этой машине хочется ехать не торопясь. С солидностью, с комфортом. Ну, собственно, куда торопиться? Вы чувствуете этот огромный запас мощности. Двигатель раскручивается чуть выше хвостых оборотов. При этом скорость 60 км в час. Даже звук поворотника приятный. Он не как-то мерзко клацает. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Он так благородно этот звук доносится откуда-то из недр приборной панели. И все бы ничего. Можно было ехать так и ехать, и проехать сотни и тысячи миль. Но есть несколько но. Во-первых, машину все-таки решили сделать не такой американской, расхлябанной, вальяжной. Все-таки инженеры решили как-то научить ее поворачивать и отучить ее крениться. Сделали они это, конечно, путем ужесточения подвески. И это, наверное, все-таки не самое удачное решение, по крайней мере, для большого седана. Конечно, здесь не самый большой, но, тем не менее, это уже большой и солидный автомобиль. Поэтому иногда на каких-то некоторых неровностях, ну, тут, конечно, в этом заслуга еще и низкопрофильные резины, довольно жесткие удары передаются на машину. Ну, здесь, конечно, это стыки, такие большие стыки, лежачие полицейские. Их лучше приезжать так плавно и медленно, опять-таки степенно. С другой стороны, нет вот этой лишней чрезмерной раскачки. И это, наверное, все-таки больше плюс. Еще один минус, и над этим минусом обязательно инженерам нужно поработать, это, конечно, шумоизоляция. Потому что в машине такого класса так громко быть не должно. Слышно абсолютно все. Слышно, как бьются шипы об асфальт. Если ехать больше 60-70 км в час, например, на загородной дороге, или там 90 км в час, слышно, как ветер ударяется в ветровое стекло и вот эти все завихрения, хотелось бы, может быть, чуть большего комфорта все-таки за эти немалые деньги. И есть еще один очень важный недостаток в этой машине, по крайней мере, для меня это очень актуально. Мне категорически не понравилось водительское, ну и, соответственно, пассажирское сидение. Они очень жесткие, короткая подушка, и сидеть на этом сидении неудобно. Честно говоря, даже те стулья, которые стоят у меня на кухне, самые дешевые стулья из Икеи, по мне они удобнее. С другой стороны, возможно, это расчет на среднестатистического американца, который весит 300 кг. Если он сядет в это сидение, то, конечно, он провалится глубоко, ему будет комфортно. Мне же категорически не понравилось. В остальном, да, есть какие-то мелкие огрехи. Это скопящие кнопок на передней панели, приходится отвлекаться. Очень маленькое окошко, которое показывает, какая температура сейчас в салоне, включен ли подогрев сидения. Нужно просто, вот видите, я отвлекаюсь от дороги. Я пытаюсь сейчас посмотреть, на каком уровне у меня включен подогрев сидения. Поэтому вот здесь, конечно, есть какие-то мелкие недочеты. Плюс ко всему, если перевести рычаг коробки автомата в механический режим и потянуть на себя, чтобы включить пониженную передачу, подпрыгивает вот эта вот пластмасска. Ну, что это такое? Это не совсем то качество, которого ожидаешь от автомобиля стоимостью практически 2 миллиона рублей. Но с другой стороны, эта машина в Америке стоит почти вдвое дешевле. И если бы Cadillac CTS в России стоил миллион, ну, может быть, чуть дороже миллиона рублей, то эту машину отрывали бы, как горячие пирожки. Я вас уверяю. Но при всех этих недостатках мне все равно очень нравится эта машина. Вот действительно, за последние, может быть, даже несколько лет это один из немногих автомобилей, который мне понравился. Понравился именно своей харизмой. Он красивый. Он благородно едет, используя свой полный привод. На нем можно ехать очень быстро. В то же время на нем можно вальяжно и плавно катить, при всем при этом привлекая к себе внимание, потому что Cadillac у нас в стране не так много. на эту машину в городе посматривают. Так что, наверное, плюсов все-таки больше, чем минусов. А какая здесь музыкальная система? Какой звук? Хочется просто включить его погромче. Ехать, ехать и ехать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok